добрый день сейчас я покажу как сделать новый документ в программе adobe in design для этого нам надо файл новый документ это будет новый документ если мы верстаем книгу мы делаем какой-то плакат мы делаем какую-то брошюру и так далее бук это для книги если это их много и много людей делают потом мы можем их по главам допустим собрать library библиотека каких-то готовых элементов которые могут нам понадобиться во время верстки итак файл new документ либо клавиатурное сокращение control m итак документ пресет это то что по умолчанию то есть у нас сейчас дефалт количество страниц допустим у нас будет 12 страничная книга facing pages это развороты то есть левая для того что можно было различать левую страницу и правую страницу начинаем нумерацию страниц с единички с первой страницы обычно это у нас как если это книга с обложкой твердая обложка это там может быть еще форзаца и тогда наш блог будет начинаться с третьей страницы я допустим все таки лучше возьму и третью страницу сделала хотя в принципе индизайн позволяет раз разделять и обложку и форзаца потом отдать типографию ну если если обложка допустим твердая то там есть еще корешок который может быть от пяти там до 12 миллиметров размер а4 но размер для книги вам обычно должна дать типография с которой вы работаете и размеры обычно отличаются от стандартных ну мы допустим возьмем для у нас есть принтер и мы захотим сделать книжку в подарок кому-то стихов любимой девушки например ширина 148 миллиметра высота 210 миллиметра это стандартный набор вы можете указать свои значения ориентация портретная либо альбомная колонок но это по желанию если у нас двухверсточная будет двухколоночная верстка то две колонки это расстояние между колонками маргенс поля обычно поля делается таким образом вверх обратите внимание такой значочек типа линка цепочки цепи он означает что любое изменение дублируется на все остальные если мы уберем то мы можем для каждого набор нажать набрать свое свое значение 15 миллиметров внизу топ 15 вверху bottom 15 внутри я обычно делаю 10 и снаружи тоже 15 для чего для того что после того как если в домашних условиях это делать это можете немножко изменять эти значения но обычно типография дает эти значения можете поиграться потом уже когда вам удобно будет что такое блидин слаг блид это то что будет потом обрезаться служебное поле как за которое мы ставим на котором ставим фон там если допустим на всю страницу есть слаг это у нас служебные какие-то элементы блид но допустим 2 миллиметра ведь она это включена линк связь он делает подобными ну я обычно отключаю и внутри делаю ноль потому что обрезка внутри нам как каковая не нужно а при сборке книги то получится не очень не очень хорошо превью это называется пожелание вы можете смотреть что настраивать вот например топ изменим да не 15 а 13 внизу bottom не 15 а 13 inside 10 outside тоже допустим сделаем для нас видите мы можем изменять нажимаем колонки ну например на два и расстояние между колонками 3 миллиметра ну давайте пусть оставим наши две колоночки но две колонки целесообразно делать на формате а4 на пятом не очень хорошо будет смотреть не не читабельный получится текст нажимаем ok все наш документ сделал обратите внимание вот у нас эти вот розовые полосочки это наш блин то что будет обрезаться внутри у нас его нету внутреннее расстояние по моему 10 миллиметров мы ставили вверху 13 справа 13 внизу 13 и у нас 13 страниц так мы можем посмотреть сколько у нас страниц и переходить на них вот таким образом самом внизу например на 11 страниц либо в правом углу у нас есть панель инструментов то есть у нас их две первая основная и вторая дополнительная которые мы можем дополнять своими какими-то элементами благодарю подписывайтесь на наш канал буду продолжать дальше делать уроки мы познакомимся с тем как верстать как подготавливать для печать спасибо до свидания подписывайтесь ставьте лайк